привет друзья сегодня ведем наш репортаж из анапы приехали тут по делам покажу вам сейчас дворик собственно те кто думает раздумывает между станицей и городом что выбирать вот все таки город очень привлекательное место для жизни и вот дом сейчас покажу расскажу здесь аллея хризантем в закрытом дворике закрытом дворике дом называется улица крымская 272 мы тут заехали по делам смотрите как шикарный дом красивый закрытый дворик закрытая территория скамеечки лавочки стоят конечно отличие анапы от других городов обилие спутниковых тарелок не потому что анапчане любят спутниковое телевидение а просто телецентра нет в анапе поэтому проще всего поставить тарелку как в каком-нибудь провинциальном городе кузбасса например в мариинске в тесуле очень много спутнивых спутниковых тарелок в кемерово такого изобилия не встретишь ограда выйти только по чипу благоустроенное место сейчас поставлю тут кадры рядом из станицы и вы почувствуете разницу какое прекрасное местечко для жизни да прекрасный людской муравейник ну а с другой стороны ведь не слышно шума городского да слева напряженная улица крымская справа улица новороссийская а там анапское шоссе нормально двор колодец от шума закрывает какая тут жарище летом не знаю может быть да и вот продолжение у нас этого домика девочка вообще молодцы красота анапа город благоустроен вот мы прошли сквозь этот дом и вышли на улицу новороссийская солнышко заливает ветра нет замечательный благоустроенный город есть у нас на просторах нашей родины и асфальт и плитка все есть водоле гостогая просто пока не достается сауна космос ну смотри какой замечательный городской квартал ну конечно движуха движуха тут движуха машин под окошками ну вот прекрасная какая аллея на улице новороссийской а вот в этом доме я кстати был тут старший по дому такой замечательный человек и он мне показывал как он установил теплоузел регулировка в общем они благодаря этому теплоузлу не счетчику а именно понижение значит подаваемой температуры они сэкономили что-то до пяти до семи тысяч рублей ну правда это им обошлось конечно деньги 7000 рублей до за год за год экономия на тепле на своей квартире да 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 на своей квартире ну на всем доме то они на экономили потом разделили короче теплоузел чтобы лишнего тепла не было когда бывает жарко зачем топить а такие дома значит без этого теплоузла люди платят по полной но он долго ходил народ скидывался 70 процентов народу скинулось деньгами остальные не скинулись потом он с них деньги все-таки выдавил через суд ну вот такая история вот такой замечательный дом на улице новороссийской экономичный мне вот платана больше нравится чем дом платана это природа а дом это история людей история людей выживающих в этих непростых условиях высоких коммунальных платежей ну самый экономичный способ жития в квартирах это конечно индивидуальное отопление с помощью газового котла который вот в квартире нашей мамы ты как раз и установлен ты включаешь себе отопление когда хочешь как похолодало так включил как потеплело так выключил а центральная конечно по графику включается и выключается и постоянно в связи с этим люди осенью мерзнут дожидаясь тепла а весной жарятся не могут дождаться пока отключатся эти батареи да вот такое оно коммунальное жилье колхозное вроде как в городе а зависишь от всех то ли дело у нас в деревне то ли надо печечку протопил но тем более у нас с тобой не печка тот же самый индивидуальный газовый котел когда нужно включил когда нужно выключил от красоты анапы греки греки вносят категорически весомый вклад в красоту анапы многие приезжие люди отмечают что в анапе алиповатая архитектура не похожа на европейский городок он березки во дворах так все выключая камеру иначе она заморозится хотя температуру всего лишь плюс восемь чё она заморозится ветер холодный ветер холодный садит батарейку моего старого телефона мы кстати гулять сегодня можем вообще до 17 часов свободно да потому что у нас гостагая отключили свет я дозвонился до кубань энерго они сказали плановые работы на высоковольтных каких-то линиях туда-сюда но мы собрались за поехали в город света нет а что самое интересное выезжаем из комсомольской на анапскую там куча энергетиков пилят пилят деревья что-то еще делают так что скорее всего может быть даже не не до 17 до обеда допилят и может быть и включат но про энергетик мы отдельно расскажем я сейчас запишу такой ролик про энергетиков сказать одним словом то электросети оставляют желать лучшего в деревне причем неважно гостагаевской станицы или в кемеровской области в селе ялыка его откуда мы сюда переехали шесть с половиной лет назад в городе более стабильное напряжение да и реже отключают свет чем в деревне а у нас а у нас городе если ой станице если стабильное напряжение то она примерно 180 вольт а иногда бывает 160 стабильно держится вот он город замечательный бежуха тротуары вот тебе пожалуйста ходи светофоры все цивилизация цивилизация ты что-то с таким восторгом соскучился соскучился я по цивилизации конечно а вот светофоры тоанамские смотри-ка он еще красным горит пол экрана асфальт а красивый дом а не асфальт да чё он красивый то дом как дом вот анапские светофоры они наверное не везде вот такие вот они в трех положениях сначала едет горизонтальная улица потом вертикальная улица потом м7 перекрывается и включается зеленый светофор для пешеходов и тогда можно идти наискосяк вот пошли вот он пошли наискосок а наискосяк это у меня осталось с юности одна воспитательница детского сада даже так объясняла и мне это слово запомнилось на долгие 30 лет и вот мы попали на улицу крымская центральная главная улица сейчас мы подойдем к этому дому который крымская 272 где были поначалу покажем красоты как во всех городах она поиспытывает проблемы с парковками поэтому машины конечно стоят на тротуарах куда деться скажите спасибо что место осталось для тротуаров для прохода пешеходов классический анапский домик прошлого века вот мы подошли к этому дому крымская 272 со стороны улицы крымская вот так вот он выглядит снаружи здесь активная движуха на перекрестке с улицы пролетарской находится пятая школа мы пойдем по пролетарской не пойдем насквозь через через дворик поскольку там немножко перекрыто чтобы анапчане отдыхающие активно не проходили через двор компаний крымский вал и жителей жека крымский вал наверно пошли черночка на квадратный километр конечно превышает другие города ну не знаю раз в пять шесть наверно и вот он тот же самый дом ну нет это же дом наверно на новороссийской ну короче продолжение крымская 272 красота частные домики которые за последние 30 лет из одноэтажных стали двух трех четырех этажными поскольку анапа это привлекательное место для всей россии народ сюда ехал отдыхать а поскольку спрос был огромный то конечно все курятники стали гостиницами но они реально конечно преобразованы потому что современный уровень любой отель гостевой дом сегодня конечно оборудован кондиционером для комфортного отдыха вот и все спасибо друзья что были с нами на этой прогулке у нас сегодня удачный день мы зашли в два казенных учреждения и в одном месте минут двадцать были в другом месте пять минут еще в банке были тоже пять минут то есть сегодня удачливый день наверное мы вернемся в гостагае у нас будет свет будем надеяться до новых встреч друзья всего вам хорошего пока пока пусть вам удача способствует в ваших делах кто не подписался подписывайтесь на наш канал у нас всегда интересно ставьте лайки спасибо